Здравствуйте, друзья! У нас такой синтетический жанр сейчас получится. Я обычно иногда с экрана прямо вопрос задается, я прямо вот так отвечаю, и вы видите то, что у меня на экране. Но я подумал, что там ничего такого нет. А есть там три вопроса, которые накопились, и я подумал, если их сейчас не ответить, то они будут дальше накапливаться. Поэтому вот мы эти три вопроса, они такие разнородные. Сейчас одним махом и ответим. Небольшие. Что плохого в работе в Google? Это первый вопрос. Вы в своих видео пару раз без особого вдохновения упоминали о работе в Google или других IT-гигантах, типа, если работа в Google не покажется вам смешным, когда вы будете здесь и так далее. На мой взгляд, работа в таких компаниях отличная строчка для резюме. И мне кажется, расти в таких компаниях можно тоже учиться новому, передовому. Я против больших компаний ничего совершенно не имею. Первое. Второе. Значит, есть люди с закидонами. И вот у них есть закидон. Такая, знаете, как цель-гирька. Вот такая гирька, которая тянет назад и двигаться не работает. Вот он хочет приехать и работать в Google. Понимаете, у него нет задачи быть лучше, чем он есть. У него нет задачи освоить новые технологии. У него нет профессиональной задачи. У него есть задача работать в Google. Или в Apple. Вот я против этого выступаю. То есть, вот об этом речь. Кроме того, есть еще один аспект. Когда у нас есть новичок, то новичку в любой компании поработать будет неплохо. Вот даже если у него первая компания будет стартап какой-то или никому неизвестная компания, он там полгода поработает или даже три месяца. Это все равно очень существенный прогресс. Но если человек вместо того, чтобы пойти поработать три месяца, потратить эти три месяца на то, чтобы находиться на рынке, у него будет настроение при этом портиться, что он не работает, забывает то, что знал и так далее, потому что он хочет какую-то известную компанию и там еще чего-то. Вот это и есть то, против чего я, собственно, и выступаю. Никаких проблем в работе в Google и других гигантах нет. Абсолютно. Абсолютно нет. Есть люди, которые создают проблему на ровном месте. Вот мы против этого. Второй вопрос. Добрый день, Михаил. Работаю в компании по разработке игр для социальных сетей и мобильных устройств уже почти полгода. Приличный человек, смотри, что-то это. Так. И тут задался идеей попробовать найти J1 стажировку в американской компании, которая делает компьютерные игры. Тут даже перечисляется. Electronic Arts, Valve, Ubisoft и прочее. Но мне коллеги мои сказали, мол, в крупных таких компаниях, игровых, в основном тестирование поставлено на аутсорсинг. И что свои отделы тестирования крайне маленькие. Могли бы вы сказать что-нибудь по этому поводу? Заранее спасибо. Люди делятся на две категории. Есть такие, которые ищут как решить задачу. А есть такие, которые говорят, что задачу решать вообще не надо, поскольку она нерешаемая. Значит, если первые имеют шанс и зачастую очень здорово прорываются, то вторые шансов вообще не имеют. Больше того, им будет очень обидно, если у вас это получится. Потому что, как бы, это та ситуация, в которой они-то вот вам для чего это говорят? Что посидели на месте и не рыпались. Говорят они абсолютнейшую глупость. Дело даже не в том, что у них может быть или не быть большая команда или маленькая команда в США и большая команда или маленькая в аутсорсинге и что тестирование в основном в аутсорсинге. Это вообще все какая-то абсолютно бессмысленная болтовня вот такая вокруг концепции, которая опять совершенно бессмысленная и так далее. Значит, есть компании, у них есть тестирование. Вот прямо тут, в Америке. Есть ли у них что-то в аутсорсинге или есть или нет. Или много, или мало. Ваше-то дело какое? Вам существенно, что у них есть аутсорсинг, есть тестирование прямо тут. Большой у них отдел или маленький. Какое вам дело? Вас-то интересует не много их там или мало. Вас интересует, возьмут ли они вас. Правильно? Или там не тестирование. А почему тестирование поставлено аутсорсинг? Но я не понял. Здесь же человек у нас не тестирует, он у нас разрабатывает. Работаю в компании по разработке. А, может быть, он в компании работает, которая по разработке, а сам тестирует. Ну, может быть, так. Что вроде как прозвучало, что программист. Не имеет значения. Есть компания, у компании есть потребности какие-то. Они ведь почему аутсорсинг делают? Они бы с радостью на месте наняли человека. Ну, вот, на месте трудно нанять. На месте, может быть, дороже тоже имеет значение и так далее. А тут вы. И вы готовы на стажировку приехать. Стажировщику меньше платят, чем обычному местному человеку обычно. Потому что я хочу его тогда брать, стажировщика, когда можно местного взять за те же деньги. Поэтому не слушайте никого. Мой вам другой совет. Вообще с ними не советуйтесь. Вы с кем советуетесь? Вместо того, чтобы советоваться с тем, кто получил стажировку и знает, как это делается, вы советуетесь с тем, кто никогда ничего не получал. Он вам посоветует. Но проблема не в них, что они так советуются. Проблема в том, что вы у них спрашиваете. Понимаете? Вот и все. Я когда-то был в Париже, значит, там в опере. Вошли мы в оперу. И там очень известный вот этот потолок, расписанный, значит, Марком Шагалом. И такой, знаете, контраст необычный. Потому что вроде такое классическое здание. И вдруг бах! Такой вот совершенно неожиданный потолок. И расходится мнение. Одни говорят, что это вообще гениально совершенно. Вот такое вот эклектика такая. Другие ругаются там. Еще что-то. Ну, я в гениальности не понимаю. Я в искусстве вообще вот так вот не могу оценивать. Не разбираюсь. Но я когда слушаю спор, я говорю, дело же не в Шагале. Шагал все так рисует. Он по-другому же не рисует. Он же не рисует в классическом каком-то там ампирном стиле. Он рисует как рисует. Значит, это не он. Это вот люди, которые его позвали это сделать. Это у них была какая-то идея. И он, наверное, ее как-то реализовал. Наверное, они были довольны. Я не знаю. То же самое у вас. Вы кого спрашиваете-то? Вы спрашиваете людей, которые вам точно скажут что-то, что вас не может привести к успеху. Ну, раз так делается. Ищите тех, кто знает как. И вот они вам что-то подскажут реально. Ну, и в крайнем случае я вот так успокою. Да. Идем на третий вопрос. Здравствуйте, Михаил. Катерина девушка пишет. С белорусским спеллингом. Такая Катерина. У меня возник вопрос по нынешним президентским выборам в США. Видите, у нас все три вопроса разные. Такой ассорти. Сегодня прочитала на нашем белорусском портале новость о возможном участии в выборах Майкла Блумберга в качестве независимого кандидата. Ну, перед тем, как я дальше прочитаю, я бы вам советовал читать на американских порталах. Вот, например, на том же Блумберг. Вот, Bloomberg.com. Вот там читайте. Вот там здорово пишут. Можете на Fox News читать, можете читать на CNN даже. Вот такие вещи, как связанные с выборами. Вообще неплохо. Заодно по-английски попрактикуйтесь. Если есть возможность, расскажите, пожалуйста, в видео. Обсуждаете ли как-то это событие в прессе США? Ну, видимо, возможности события в прессе США. И хотелось бы узнать ваше мнение о Блумберге, как о возможном президенте. В статье, которую я читал, он описывает с очень достойным человеком, который много хорошего сделал для Нью-Йорка во время своей работы в качестве мэра этого города. Также в ней говорилось о том, что американские люди устали от политики демократов и республиканцев. И Майкл Блумберг может стать прекрасным кандидатом на этом фоне. Я не вижу, чтобы в американской прессе муссировалась идея того, что Майкл Блумберг может выйти в качестве независимого кандидата. Потому что от демократической партии он уже не сможет пойти, потому что уже опоздал в качестве независимого. У него хорошая репутация в связи с тем, что он был популярным мэром Нью-Йорка. И, ну, наверное, его больше любили, чем не любили. Я не знаю, такое у меня впечатление. Хотя наверняка были люди недовольные тоже. Это очень богатый человек. Это очень публично узнаваемый человек. И я думаю, что, наверное, был бы хорошим президентом. Потому что на той позиции, на которой он находится, он хорошо понимает и как работает законодатель, и как работает Верховный суд, и как работает исполнительная власть. То есть он это понимает, поскольку близко с ними связан, а не потому, что он сам в исполнительной власти как-то задействован. И так далее. Все-таки обычно президенты у нас, особенно хорошие, приходят из исполнительной власти. Из губернаторов, из министров. Вот как Папа Буш был директором ЦРУ и так далее. Бывает, что вот так вот, из конгрессменов. Но, в общем, пока ничего хорошего я не припомню по этой части. Так вот, может ли он? Наверное, может. Обсуждается ли это? Нет, не обсуждается. Я не вижу. Ну, то есть, может быть, где-то кто-то упомянул, что вот было бы неплохо, вот там, и так далее. У нас на канале иногда пишут, что было бы неплохо, чтобы Миша Портнов баллотировался в президенты. Хотя я не родился в Америке. Но говорят, был бы, может быть, неплохой президент. Поэтому, я думаю, что никаких вот веских оснований для этого нет. Но, безусловно, игра, так сказать, там пошла интересная. Особенно на республиканском фланге. Потому что там действительно получается ведь очень интересно. Там обостряется конфликт внутри самой республиканской партии. Потому что стыдно. Стыдно вот такое. Люди, которые там в партии, они говорят, так же нельзя, ну вот что же теперь. То есть раскол внутри партийный происходит. И дело не в том, что люди устали от демократов и республиканцев. Они устали от политиканов. С той стороны и с этой. Они устали от того, что политиков нет. А есть какие-то политиканы, которые тебе в глаза угут. И, соответственно, делать не собираются ничего, кроме того, что там для них лично интересно как-то. Поэтому не то, чтобы Трамп чем-то привлекательен, кроме того, что он как бы не принадлежит вот к этому истеблишменту. Вот, собственно, и все. В свое время, вот когда Обама стал президентом, тоже уже эта Клинтон вот тут уже сидела. И там говорят, а что, какое изменение, какой ченч несет Обама? И там говорят, ну так он все-таки, разница, он не Буш и он не Клинтон. Смотри, уже перемена какая-то. То есть Клинтон уже достала вот так. И с мужем, и с собой. Что уже, пожалуй, уже пусть будет Обама. Понимаете? Сейчас вообще они говорят, что если пойдет, значит, Трамп реально станет баллотироваться, получит номинацию от республиканской партии, то фактически Клинтон будет избрана не за то, что она Клинтон и несет какую-то замечательную программу, а это будет протестное голосование. Типа все, что угодно, только не Трамп. Уже Клинтон же хрен бы с ней и с Клинтон. Вот точно так же, как ее когда-то побил Обама. То есть уже из двух зол выбирается меньшее. Понимаете? Когда-то Обама казался меньшим злом, чем Клинтон. Хотя это неправда. Я думаю, что она была бы лучшим президентом. Пожестче все-таки, существенно пожестче. И не такая левая, как он. Поэтому, значит, что я могу сказать, что посмотрим цирк. Только заехал, там идет разминка. Мы еще не видели всего представления. Значит, посмотрим. Я не против. Пусть бы Блумберг вышел. Это добавило бы еще один номер, так сказать, в программу вот этого циркового представления, которое мы сейчас наблюдаем. Так что, друзья, задавайте вопросы. Только не пишите длинные, потому что длинные я даже в таком формате замечательном не смогу по 10 минут зачитывать. Счастливо! Продолжение следует...